Всем здорова народ! С вами Эдгар. Вы на канале Мысли от Эдгара или Семья Багдасарян. Смотря на какой канал я выложил этот ролик. Сегодня будет обзор процесс работы у меня в новом доме. Это дом двухэтажный, 115 квадратов, 6,5 соток земля. Землю я буду показывать чуть позже. Сейчас я буду показывать процесс работы, который у меня происходит на сегодняшний день. Сегодня 19 марта 2018 год. Что могу сказать? Процесс работы проходит максимально быстро. За работу отвечают мои двоюродные братья. У них своя бригада, поэтому я доверяю работе. И по срокам они даже перевыполняют свои задачи. Упираемся мы только в те моменты, что задержка, например, по доставке. Вот сейчас ждем двери. Также ждем плитку приедет. Ну и так далее. В общем, по материалам. Так как материалы я заказываю хорошие, качественные. Плитка итальянская. Двери тоже, какая там фирма, тоже нужно под заказ ждать. Ну что, давайте с самого начала покажу. Дверь. Вот, кстати, вот эта дверь. Дом купили. Дверь здесь идет, я вам скажу, так себе, что. В общем, очень тонкая, ни о чемная дверь. Но я думаю, что это просто временная тут штука. Я заказал сюда дверь. Достаточно дорого стоит она. Входная группа. Вот такая вот толщина. Потом отдельно по двери сделаем обзорчик. И дверь или сегодня, или завтра должна приехать. И будут ее устанавливать. По этой же причине, например, вот этот вот косяк. Входная группа. Но братья у меня оставили пока что. Не заштукатурили, не зашпаклевали. Но к этому мы как раз таки вернемся. Вот на днях сначала переделают дверь. Также, конечно же, здесь я еще как прихожую сделаю. Закрою. Вот можете посмотреть. Забора здесь еще нет. Также я буду ставить забор, как только здесь снег сойдет. Вот такая вот входная группа. Здесь отличный навес. Ну, конечно же, зимой напрямую дверь открывать домой. Это, думаю, не очень правильно будет. Поэтому я или буду расширять, или если так оставлю, то буду закрывать. Будет что-то типа прит-баник, что ли. Так что давайте мы, наверное, зайдем домой. Потому что что-то холодновато. Так. Здесь у меня находится на данный момент ванна. И будет она там находиться. Сейчас включим здесь подсветку. Что тут на сегодня изменилось? Что тут есть? Здесь добавили короб. Уже собрали. Там уже встроена инсталляция. Туалет подвесной. Наверху уже каркас собрали. Вся проводка проведена. Здесь, как вы видите, у нас сушилка идет. Тут, естественно, котельная, которая перекроется. Это все дело. С этой стороны будет душевая кабина. И, как вы видите, здесь эту душевую кабину мы уже промазали. Это идет изоляция. Углы проклеиваем специальной вот такой вот штукой. Также это все дело промазывается. Какая-то гидроизоляция, что ли. Забыл, как она называется. В общем, все углы, стены, все будет промазываться именно вот такой вот изоляцией. Сейчас я найду ее и вам покажу. Здесь можно посмотреть, будет у нас слив. Его подготовили. Тут будем заливать поддон. Сантиметров, я не знаю, там 5-6 будет поддон. И выкладывается все это дело, конечно же, плиткой. Ну и там стекло ставится, душевая кабина и все такое. Здесь на данный момент идет этап. Привезли уже плитку и будем ее выкладывать. После плитки там потолки зашьем. Там все дело это закроется. Ну и понеслось, в общем. С той стороны, как только входим направо. Здесь я отгородил. Перегородки этой не было. Сделали из гипсокартона и внутри шумоизоляция. Решили сделать там отдельно, как прачку. Чтобы все, что связано с мойкой, все происходило тут. Тут все уже тоже готово. Подсветка. Стены. Здесь уже все подготовлены. И вот, кстати, вот эта штукенция, о которой я говорил. Это у нас идет лента гидроизоляционная. Это вот как раз прорабатывать углы. И вот такая вот еще вещь. Сейчас скажу. Эластичная мастика для гидроизоляции стены и потолков. Это чтобы влага, в общем, не проходила. Вот такая вот комната. Тут уже все стеклохолстом прошли. Остается только шпаклевка. По прихожей. Прихожая, холл или зал по-другому. И там уже у нас идет кухня. Ну и сейчас покажу. Здесь под лестницей, в комнате. Тут уже везде положили кафель. Кафель у нас идет коричневого цвета. Структура, в общем, дерева. Тут сейчас идет процесс проклеиваться стеклохолстом. Вот могу показать. Потолки уже проклеены. Стены с этой стороны тоже все проклеены. Обязательно это делайте. Будет меньше трещин. И будут у вас ровненькие, красивые стены. Проклеиваем. Вот. Сейчас так от света повернусь. Специальный клей для всех видов стеклообоев и стеклохолста. Продается в Leroy Merlin. Сам стеклохолст 50 метров. Рулон тоже в Leroy Merlin. И там же продаются вот эти вещи. Вот я их купил. Даже у меня чек есть. Я тут покупал 10 упаковок по 290 рублей. 2900 рублей у меня получилось вот этот клей. Так. В общем, разбавляется этот клей. Наносится на стену. Как вы видите, вот тут разница. Вот стеклохолст и вот просто есть стена. Промазывается клеем и наклеивается. После этого еще шпаклевка идет. Потом шкурить надо это все дело. Да? Варус правильно, нет? Смотри, стеклохолст и наклеил. Потом. 2-3 раза еще финишная шпаклевка. А потом уже идет, короче, зашкурить. А потом уже можно это все дело красить. Вот. Сейчас, короче, на этом этапе. Сейчас давайте покажем дальше. Дальше тут идет у меня лестница. Тут тоже везде стеклохолстом уже прошлись. Для этого как раз-таки сделали леса. Собрали вручную все это дело. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот здесь леса, на которые ребята вставали. Это все дело проклеивали. Тут как поднимаемся, справа у меня идет ванная. Давайте посмотрим. Вот ванная, кстати, вот этот стеклохолст. Вот она. Вот такая вот легкая штука. Тоже все это делали в Амерлен. По ванне, в принципе, пока изменений нет. Здесь короб собран. Наверху тоже система. Здесь тоже ждем плитку. Пока ее нету. На днях она должна приехать. Итальянская плитка 60 на 120. И будем, конечно, здесь уже начинать собирать. Так. Дальше. Дальше идет кабинет. Здесь, как вы видите, стеклохолст уже нанесли. И вот как внизу вы видели, да, стеклохолст сделали. И после этого сделали финишную шпаклевку. Но еще не шкурили. Нужно будет потом в итоге все это дело прошкурить. И покрасить. Но даже предварительно, я вам могу сказать, просто даже уже нанесли вот эту шпаклевку. Здесь такой белый, такой светлый цвет. Я не знаю, пол комнаты. Кстати, когда белым цветом делаете, такое ощущение, что потолки стали выше. Реально. До этого, когда было просто все темное, грязное, там бетон, ощущение, что потолок был низкий. Сейчас все стало намного круче. Так что в моем кабинете процесс здесь уже, как вы видите, выполнен. Тут что остается сделать? Тут нужно, получается, зашкурить, покрасить. После этого уже можно здесь положить пол. Паркет. Так, дальше. Что у нас там идет? Дальше идет здесь детская комната. Так, вот покажу. Тут у меня братья. Арман здесь контролирует всем этим процессом через телефон. У армян вышло новое приложение, если кто не в курсе. Вы его скачиваете. Вот давай рекламу сделаем сейчас. Устанавливаете, нажимаете, и ремонт сам делается. У Армана так круто. Скачиваете бесплатно. Ссылка не в описании этого ролика. Вообще такой ссылки нет. Было бы офигенно, да, так автоматизировать. Нажимаешь кнопочку и все, ремонтируется самым. Здесь, посмотрите, везде в комнате тоже финишную шпаклевку сделали. Вот чуть-чуть издалека попробую показать. И комната сразу стала такой большой, красивой. Ну, не знаю, так прям, знаете, хорошо на душе, светло сразу стало. Также у меня по кондиционеру уже всю систему установлено. На улице кондиционеры тоже все уже поставили. Отсюда я не знаю, сейчас покажу. Посмотрите. Вот у меня кондишены стоят. Внизу тоже кондиционер уже установлен. На улице, как вы видите, зима. Здесь у меня, конечно же, будет забор. Все это дело будет отгораживаться. И будем делать красивый двор. По этому двору, конечно, будет много роликов. Вот. Но уже офигенно. В принципе, работа здесь уже закончена, да. Шкурить это недолго. Покраска тоже, в принципе, тоже процесс недолгий. Тем более, по дому я не буду делать никаких обоев. Мы отказались. Вместе с супругой все это дело обдумали. Долой обои. Нафиг они нужны. Потому что обои, это такое дело, нужно, блин, что-то выбирать. Потом клеишь. При этом, знаете как, если вы клеите обои, то ощущение комнаты сразу, в любом случае, встает меньше. А если вы просто вот делаете ровные стены, и вот, кстати, вот в этих переходах мы не будем ставить какие-то вот эти углы, да, по углам. Все просто ровненько. И создается такое ощущение высоты потолка, чистоты, объема, красоты. Вот как-то. В любой момент можете даже, если захотите, другой какой-то оттенок перекрасить. Вообще без проблем. А с этими обоями это какая-то заморочка. Ну, я вот лично считаю, что обои, это какая-то старая движуха. Или насколько это нужно прям грамотно продумать, какие именно обои клеить. Ну и то, я не знаю. Кому бы я не захотел, если кто-то клеит обои, в принципе, мне никогда не нравится. На вкус и цвет товарища нет. Поэтому вам всегда не понравится выбор другого человека. А вот, например, выбор белые стены или какой-то оттенок стены там, да? Это просто белые стены. Все. С этим спорить невозможно. Поэтому, в принципе, будет нравиться всем. Но мы не делаем это, ну, делаем не потому, что там кому-то понравится или нет. Потому что думаем, что это самый лучший вариант. Тут будет детская. Здесь мы сделаем кровати. Здесь будет рабочая зона, телевизор, кондиционер. Кондишен я уже купил просто шикарный, инверторный. Всех уже, в общем, установили. Только нужно будет повесить и все. Больше ничего делать тут не нужно. Так, здесь у меня семейная комната. Но могу показать. Принцип такой же. В принципе, вот. Все в белом цвете. Все подготовлено. Только получается шкурить, красить. И здесь будет полы. Тут я буду ложить ламинат. В детской, в спальне. И вот в этом прихожей, или как это будет называться, когда поднимаешься с лестницы. Здесь будет ламинат. А вот в моей комнате, в кабинете. В кабинете я уже буду ложить паркет. Такой дорогой, качественный, брутальный. Вот как должен быть в кабинете. Как у какого-нибудь депутата. Вот. Что-то, ну, реально брутальное. Вот у меня что-то такое охота в коричневых цветах. Тут у меня будет стол просто офигенный. Тоже, я думаю, организую качественный, нормальный, тяжеловесный стол. Чтобы на века прям. И еще скажу, что вот эта стена шумо-звукоизолирована. Sound Techno. Это специальная система, которая задерживает звук, шумы всякие. Так как там у меня детская комната. Ну и, конечно, скоро приедут двери. Мы поставим везде. И будет просто шикардос. Мне уже нравится. В общем, этап почти на завершение идет. Здесь вот вы можете видеть, это уже три кондиционера, которые нужно будет повесить. И четвертый я еще привез. В общем, почти-почти заканчиваем. Остаются наверху только вот эти шкурить, красить. Полы там положить. Это, в принципе, все недолго. Самый такой момент. Осталось это две ванны. И сейчас как раз-таки начали заниматься этими ваннами. На первом этаже сейчас делаем. И второй этаж. Ну, тут чисто была задержка по плитке. Если бы она приехала раньше, то, в принципе, работы были бы уже завершены. Вот так вот выключаем. В принципе, пока вот такой вот момент, ребята. Ждем двери, ждем плитку. Доделаем это все дело. Ну, я не знаю, сколько тут еще осталось работы, но на месяц, наверное, максимум. Максимум на месяц только из-за задержек материала. А так, в принципе, это все намного быстрее бы происходило. Ну, и, конечно, там мебель, кухню я уже заказал. Офигенно качественная кухня. Лорена, если я не ошибаюсь. На кухню это будет отдельный видеоролик вместе с моей супругой. Выбирали долго, нудно. В общем, на века. Очень качественная и дорогая кухня. Детская мебель, нашу спальную мебель. В общем, всякая там мебель. Тоже уже в процессе изготовления. Вот такие вот дела, короче, на сегодняшний день. Жду, не дождусь, когда же я буду стоять уже здесь. Здесь у меня личный кабинет. И со своего кабинета буду смотреть на улицу. А тут улицу что-то не очень прям сильно видно. Вот. Красивый тут видок такой. Очень тихо. Потом я, как все это дело полностью сделаю. Конечно же, пробегусь и сделаю рум-тур. Конкретно пройдемся по этапам строительства. Расскажу, в какие суммы это все дело вливается. Какие сроки вам нужно. Где покупать лучше, где хуже. В общем, рассмотрим всякие там варианты, вот эти моменты, нюансы. Строительство еще не закончилось. Но, в принципе, я уже все эти этапы прошел. Я думаю, это будет интересно многим, кто только начинает строить дом. Или заезжает в получистовую и будет делать там что-то ремонт. Если честно, я даже не рассчитывал, что придет столько платить. Но многие люди как покупают дом и там по несколько лет делают ремонты потихонечку. Я же очень быстро постарался заработать денег и быстрыми этапами, чтобы я хочу в этом году переехать уже и в этом доме уже жить. Дети пойдут уже здесь в школу. Так что пробежимся. Я расскажу полностью, что тут есть в доме, по райончику. Тут по соседству дома еще только выстроились. Тоже продаются. Может быть, кто-то из вас будет моим соседом. Будем каждый день выходить и друг другу из дома в дом привет передавать. Я жду этого момента, когда буду стоять здесь. Здесь будет все уже готово. И я просто смотрю в окно вдаль. А потом сажусь со своим рабочим столом и делаю деньги. Бизнес, бизнес, делаем деньги. И чтобы можно было позволить себе вот такой вот домик. Домик небольшой, немаленький. Исходя из того, насколько у меня хватило денег. Вот. Могу сказать, что такой дом стоит около 5 лямов. Два этажа. Землю и все такое, в общем. Про это тоже, про всякие суммы. Это мы поговорим отдельно. На этом, наверное, все. Комменты, подписка. Увидимся.